Ну, конечно, можно назвать политическим беженцем, потому что, собственно говоря, он так и объясняет мотивы своего побега, переезда. Надо признать, что этот случай очень важный, знаковый для развития ситуации в нашей стране. Что бы там ни говорили о низкой узнаваемости, известности Гуриева. Да, конечно, большинство населения не знает, кто такой Гуриев. Конечно, для большинства населения это абсолютно незначимое событие. Но в чем феномен Гуриева? В том, что этот человек был частью системы. Он даже был одним из кандидатов в министр. Этот человек принадлежал к качеству неприкасаемых. Этот человек не занимался никакой оппозиционной деятельностью, он просто позволял себе говорить то, что он думает. Достаточно в дипломатичных таких рамках. И вот ситуация с Гуриевем говорит о том, что в нашей стране ты не только не можешь критиковать власть, но ты должен всегда улыбаться ей, и не дай бог антипутинской. Ты должен зализывать все места, какие только можно. Ты должен... Либо ты служишь этой властью, либо ты уезжаешь из этой страны. А у нас очень много даже в элите людей, которые не настроены оппозиционно, которые имеют свое мнение, которые хотят каких-то перемен, но не требуют их так, как, например, требуем их мы. Когда мы выходим на улицы, когда мы проводим митинги. И для этих людей отъезд Гуриева стал таким определенным сигналом. А это значит, что завтра на месте Гуриева может быть даже самый близкий член команды Путина. То есть это однозначно ведет к расколу элит. Это вот тот катализатор, который раскалывает элиту. Продолжение следует...